Возможно, некоторых самых искушенных зрителей моей передачи искренне интересует вопрос Александр, где же ты был вчера? У-тью-тью-тью-тью-тью Зачем было его расшить? Кому так легче будет жить? Вот тебе пиво и ветчина А что вчера было, а что вчера было А что вчера было, то было вчера Спейси, сохрани вас, ребятки! Меня зовут Александр Фарсайт и это свежайший выпуск моей самой субъективной в мире передачи Да, вчера выпуска не было, так уж сложилось, простите меня Но так бывает, не получилось Зато сегодня выпуск будет буквально эпохальный Возможно, мы сейчас сделаем реально огромный шаг для нашей, так сказать, виртуальной компании И для моего канала с Сусликом В общем, это очень серьезный будет выпуск Это выпуск не рассуждений, это не выпуск рассказа, это не выпуск топ, это выпуск идеи Идея такова Взойду издалека То, что сейчас происходит на Ютубе, меня невероятно раздражает То, что в топах находятся кривляющиеся Идиоты Потому что я по-другому не могу назвать людей, которые в 17-18 лет ведут себя на 12 В топе творится какая-то совершенная вакханалия Мне очень печально за этим наблюдать, именно поэтому очень долго на нашем канале не было видео Потому что это было как печататься в газете завтра Это было как кататься на велике по полю, усыпанному коровьими лепешками, не застывшими В общем, это как-то отвратительно, понимаете? Слегка Поэтому долгое время ничего не было И именно сейчас мне в голову пришло, что мы можем попытаться, ну если не ворваться в топ То хотя бы значительно поднять популярность нашего с вами уютного канала И как же это сделать? Вы, как зрители Ютуба, так или иначе, гораздо обширнее охватываете Ютуб То есть вы видите самых разных блогеров, самого разного уровня популярности И можете о нем судить Соответственно, у меня предложение такое Мы сейчас с вами в интерактивном режиме, в ближайшие несколько выпусков В режиме «Вы пишите комментарии, я делаю видео» Формируем свежий и оригинальный контент канала Он и так свежий и оригинальный, ведь что может быть свежее спайсов? Но мы формируем какие-то несколько выпусков, каких-то передач, каких-то шоу Какие-то идеи, концепты Вы предлагаете, я воплощаю, мы обсуждаем, такой фидбэк постоянно идет Мы вот это вот все делаем То есть создаем некоторое наполнение небольшого канала, а потом Прямо в режиме разговора с вами, постоянного Вы мне советуете, у кого брать пиар? Почему именно вы? Потому что мы будем брать пиар не то, чтобы у самых популярных А у самых близких по духу То есть, чтобы к нам приходили не мертвые души подписчиков Которые будут такие, о, нам посоветовали, они пришли А не, дерьмо, отписуюсь Не-не-не-не-не, нам нужно не это Нам нужно привлечь побольше людей в разговоры на нашем уровне То есть, чтобы эти люди могли с нами общаться И нам при этом не приходилось Понижать уровень своего разговора Мы с ними будем говорить как с равными Вот вы сейчас, те, кто смотрит Спайсы и Сохрани с первого выпуска и вот по этот Вы костяк Вы, так сказать, уже практически моя команда Вы то, что у меня было изначально Вы это моя среда и мой уровень Иначе бы вы это не смотрели И мы сейчас должны привести побольше людей нашей среды Вот в этом состоит мое предложение И на данный момент самое главное, что я у вас прошу Это придумывать в комментариях Какие-то идеи предлагать Вам же по-любому приходили какие-то идеи в голову Так вот, давайте воплощать их вместе Давайте создадим канал, на котором будет уютно людям нашего склада ума И нашей среды Вот давайте создадим такой вот уголок на ютубе На который зайдя, никто не скажет, что это кретины Которые кривляются на камеру Ну, то есть, я не против, если нужно покривляться на камеру Но если в этом есть смысл То есть, знаете, вот был театр абсурда Ну, он и есть Там Сэмюэль Беккетт и все такое Пьесы такие, как В ожидании года и прочее Это можно назвать в каком-то смысле драматургическим кривлянием Но каков смысл? Это великий пласт Это просто невероятно свежее, актуальное и новое направление в искусстве То есть, не всякое кривляние мерзкое Вот, мерзко кривляться мы никогда не будем Мы никогда не будем кривляться ради кривляния И шутить шутки о Ляне Филдов ради того, чтобы пара тысяч не слишком сильных умом Школеров 12-летних нажали палец вверх Итак, я надеюсь, вы поняли мою идею Сейчас мы в режиме полного сотрудничества Приступаем к формированию нового облика нашего канала Жду ваших комментариев Надеюсь на ваше понимание Давайте звать сюда людей Давайте их привлекать С вами был Александр Фарсайт До завтра Спайс и Сахар